приветствую всех чеканутых и долбанутых на теме влажного классического бритья таких же как и я братцы здравствуйте сегодня у нас на обзоре первым номером идет помазок вот такой вот красавец помазок от компании яки 24 миллиметра вот такая вот красота красоте мы чуть позднее посмотрим набивку узла с набивкой все в порядке очень мягкая синтетика и сразу хочу сказать когда я говорю мягкая это не означает что это намоченная промокашка такая непонятная там тряпкой с чем еще сравнивают здесь совсем другое она очень мягкая к лицу и плюс упругость видите еще не сразу так вот продавить можно то есть это тоже большой плюс но о компании яки можно говорить много там часами кому-то нравится кому-то не очень я считаю что синтетику они научились делать просто на ура и уже пошел такой раз кардаш уже кто во что гораст в плане ручек ручки я сам выбирал и мне нравится очень красиво если все это передаст камера такое знаете чернильное пятно которые выпускают там крокатицы осьминоги или кто там еще выпускает и чернильные пятна чтобы замаскировать себя или напугать врага но что-то в я считаю что просто очень красиво когда вот в такой синтетической смоле что-то так вот замерло замерла увековечилась вот такие вот еще раз полюбуйтесь чернильные и ну я так вижу кто-то другой увидеть такое чернильное пятно которое застыло в данной ручке очень красиво мне это нравится плюс ручка ручка удобная ручка цепкая и гладкая красивая в общем то и все дальше дальше я хочу поблагодарить андреи из москвы за то что мне прислал вот такой вот станок и не не только станок а как бы в одном станке получается 2 то есть это game changer вот еще одна плита это канадская компания выпускает такие замечательные станки это у нас 68 84 вот здесь вот так мелко написано что надо это увеличительное стекло вот 84 gap у нас уже с вами был на обзоре если будет видно потому что очень мелко написано сам уже так сильное зрение приходится напрягать а здесь у нас 68 опять таки приходится показывать потому что не все верят я не знаю будет видно не будет приходится уже там так извращаться чтобы показать 68 естественно 68 гораздо мягче брить должен быть и в этом станке так андрей был поблагодарил поблагодарю привет андрей спасибо еще раз огромное так полсильвер 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 лезвия но на подстраховки у нас с вами всеми до любимый знакомый физер так дальше дальше у нас идет via barberia aqua shaving cream но насколько это крем я не знаю потому что итальянцам виднее на мой взгляд это мыло а никакой не крем и даже ближе к твердым сортам потому что ну можно понять но приходится прилагать усилия поставляется такая такое мыло вот такой красивой коробки премиум класса можно сказать все красиво все дорого все богато и еще не сказал про станок станок разорок приходит он вот в таком чехле это не кожа это это кожа кожа заменитель если говорить по простому очень легко открывается и очень легко закрывается логотипы компании в деле должны были быть видны я скажу по себе мне гораздо приятнее когда станок приходит ну что-то вот в таком чехле удобен он неудобен это уже дело второе десятое кто-то специальные чехлы заказывает кто-то делает покупает там на каких-то сайтах но мне гораздо приятнее нежели бы просто станок пришел в кант в картонной упаковке все так ставили вытащил и все картонную упаковку можно выбросить это приятно как бы маленький такой бонус понятно что и за этот бонус уже деньги берут то есть закладывает компания но все равно так про это рассказали про то рассказали и авто шейвом авто шейф у нас сегодня брут брут океаническая тема в общем то у нас сегодня все океаническая тема и собственно говоря и мыло и лосьон так ну вроде про все сказали шутки в сторону надо приступать к делу так замачиваем синтетику два раза в общем-то и вся эта замочка на этом заканчивается это приятно и очень скоростно сейчас уберем лишнюю воду и взбивать будем конечно я не сказал чаши от компании перейро удобные не бьющиеся эко-чаша как заявляют опять-таки даже компании если верить но я думаю что нет причин не верить данной компании написано эко значит эко но другими словами можно из нее вещи хлебать и пиво пить и кофе с друзьями при желании если возникнет такая ситуация что не будет под рукой можно здесь происходит кофейной чашки или пивной кружки так немножечко я так позабивал чтобы все это не улетучилась может играть показываем вот показывать приходится показывать когда жутко не удобно вот вот я про это и говорю ничего страшного сейчас мы чистить частично это отправим еще не готовую пену в чашу такой вот как наши товарищи говорят шампунь мне кажется удачное сравнение знаете вот применимо не очень хорошо взбиваемым мылом там или крик кремом такое слово как шампунь мне кажется очень удачное сравнение когда знаете вот наносишь на лицо она все в прогалов все вот это пенится ничего это такие как бы ты ни старался как бы не пытался сделать конфетку не получается ругать такие мыл или нет бывают такие что вроде не сильно сбивается но очень хорошее скольжение а бывает и сбивается до него очень хорошее скольжение тут трудно угадать пока сам не попробуешь насчет лезвия почему роман вы спрашиваете почему ты всегда берешь на подстраховку какой-то физер или там персона платину на израильское то что не знаешь как станок будет брить не знаю серьезно я не знаю потому что зачастую ты на обзоре берешь в первый раз и в общем-то угадать с лезвием в принципе можно ты берешь действительно самые любимые для одной из самых любимых лезвий но зачастую когда это происходит в первый раз и ты не знаешь от чего чего от станка ожидать получается что как бы пальцем в небо ну не совсем уж конечно так пальцем небо но тем не менее ладно все посмотрим видите уже тут взрыв на мыльной фабрике на пенномыльной фабрике взрыв давным-давно я специально беру побольше чтобы потом не возвращаться к данному вопросу так что касается помазка помазок в себя набрал очень быстро но синтетика это уже моя любимая все знают сейчас я уже более-менее стал бурсы там нормально относиться к нормальным бурсы там которые хорошо себя ведут и не колется но синтетика продолжает быть моей любовью с первого взгляда ладно поехали да и по поводу еще вот пролезия сказал роман то что не знаешь как будет быть станок да не знаю особенно когда первый раз на одно дело ты читал а еще мне очень нравится когда на эти говорят я хочу чтобы ты показал на обзоре этого или этому или этот лосьон то есть существует не совсем правильное мнение что у человека который ведет обзор по влажному классическому бритью у вид шейвера есть все мировые бренды по станка все мировые бренды по мылом по мылу и по автошейву по всему остальным полезен там так далее нет это неверно ну конечно наверное вид шейвера который идет обзоры много что попробовал может быть даже больше чем среднестатистически будет называть любитель влажного классического бритья но тем не менее то есть а многие действительно думают что у тебя есть огромный шкаф шкаф трехстворчатый там угловой не знаю и у тебя вот все станки которые мне есть роман покажи к этот или покажи то вот гад не показывает да зажал ну нет конечно же нет нет может есть такие люди я таких просто не знаю у которых действительно есть все мировые бренды вот посмотрите по пене пока мы разговариваем в общем можно ничего и не говорить да все отлично замечательно почему он крем называть скринь не знаю мне кажется мыло и мыло вот ладно здесь нанесли теперь надо попробовать что станок правильно мне жутко это интересно как он будет быть с менее агрессивным гапу да еще не сказал 84 просто нура просто конфетка не показал может быть поближе кому хочется разглядеть станок добротно сделал нержавеющая сталь тяжелый красивый вот с этими надписями вот с такой блестящей пяткой на ручке то есть в общем все что твоей душе нравится все она так и есть итак поехали пока помолчу вот иногда бывает впереди паровоза побежишь и начинает потом начинаешь переначивать уже в обзоре пока просто кайфово вот тот 84 который считается агрессивным ну агрессивнее чем шестьдесят восьмой да просто на ура просто повторяюсь конфетка и я бы наверное всем посоветовал такой станок но сейчас я советовать вот что-то как-то с опытом ведения до обзоров что-то немножко побаюсь потому что у нас тема неоднозначная тема многогранные кому-то нравится апельсин кому-то кукурица то есть тут мне удобно мне красиво мне приятно как другим я не могу сказать потому что кому-то может нравиться более агрессивной статьи кому-то менее кому-то средней агрессии кому-то тут вообще может быть пол сильвер не любит я всегда призываю и в каждом практически видео пытаясь донести потому что многие смотрят мерзавцы на перемотке потом задают вопрос все в видео есть я говорю о том что если у вас со мной вкусы сходятся если вам нравится то что роману пустухова берите без оглядки без задней мысли вам понравится если вы сомневаетесь и у вас вкус ну расходится сама имя да вот с моим предпочтением с моим предстрастиями ни в коем случае не берите это касается и помазков и бритвенных станков и авто шеев и мыл и даже лезвий вот сейчас прицелись браться с просмотр пока просто просто кайфово и приятно дальше ну просто мыло я это уже использование первый раз наверное 1 2 3 скольжение классные скажи ли скольжение гениальное у меня в общем то вопросы только к этому станку потому как я именно шестьдесят восьмым годом не брился гейм-чейнджер и только вот сейчас к нему остальное все классно а ну да и конечно помазку помазок тоже используется в первый раз но как практик показывает у меня ни одной синтетики плохой от яков нет просто берешь синтетику и все добывает более мягкой бывает ну чуть-чуть погрубее даже нельзя сказать ну более там пожестче тоже не то слово но менее мягкой чем это скажем вот так будем толерантные политкорректные но в основном как в самом донесном на сто процентов вот сколько у меня помазков я даже не считал от яки именно синтетики про синтетика сейчас говорю всегда в десятку всегда классно ну тут уже идет знаете вход миллиметраж узла до идет вход вход уже ручка какая нравится какая не нравится цветовая гамма подлиннее покороче потяжелее по то есть по увесе стиле там наоборот но ни одного прокола с яками у меня не было по синтетике даже участка узнать может быть не хорошо так говорить или сейчас скажут а ты ничего не понимаешь вид шейвинге и вообще в мировом вкб в целом но вот кардинальной разницы я не чувствую что на 84 было такое кайфовое бритье на расслабоне что в 68 может быть на обратке да почувствую разница может быть 84 быстрее вновь идет может быть 68 менее скоростно это получится но тем не менее надо прислушиваться к себе я пока вот особо такой кардинальный знаете там ну скажем вундербар и скажем там x2 да там x3 от айкл ну такой разницы нет четко сбривает при этом немаловажно мы недавно с вами открыли что даже звук он дает определенный настрой в нашем влажном классическом бритья вот серьезно говорю может тут скажет ты немножечко не в себе даже звук срезаемой щетины поддает кайф послушаем эту тишину в нашей планеты вкб нет такой тракторности до комбайности когда такой ужасный звук мы все понимают о чем я говорю такого нет вес очень удобный нержавейка это тоже любовь с первого взгляда а что их хотел против роста многие часто говорят вот роман пастухов тебе все нравится ты сразу со всем восхищением я еще раз говорю что и подчеркиваю не все далеко не все нравится но я пытаюсь даже с теми бритвенными предметами которые присутствуют на обзоре они про сейчас обзор говорю не про сейчас даже вот с которыми не очень нравится делать какой-то пытаться сделать как по максимуму кайфовое бритье и вас к этому придется призываю это можно достичь даже рапиры которые ругают и она неоднозначный станок да вроде дешевый вроде раздирающая вроде и кайфовый только отговорит может быть зависит от тяжести ручки тоже проверьте домой пластиковые бывает металлические можно и накрутить совершенно другую ручку более тяжелую другой стиль бритья другой характер уже проверено во всяком случае мы то есть надо все это смотреть подбирать и пытаться пытаться еще раз говорю что надо даже вот ну какие то например не нравится стану поменять попробовать лезвие не нравится помазок попытаться скажем если это барсу побольше замочить поменять мыло еще что-то сделать да там есть бывает легкие ручки которые открываются твои в той же компаниями да туда может быть что-то положить утяжелитель какой-то монетку там я не знаю свинцовую вкладку еще что-то и совершенно другой будет серьезно говорю а что же я а я не взбивал пену молодец ну начни потребую смотрите вот что значит хороший крем крем как в общем то было смотрите вот то что я в общем с маска немножечко так вот таким образом сделал и даже не взбивал в общем то собственно говоря и не надо вот зачем туда положил придется ночь как взбивать что что зря чашу доставали в общем то не надо надо же заговорился а это о чем говорит о том что мыло отлично если даже не сбивал тут ночь так вот мазнул просто по лесу даже не делать не произведя не производят какие там движения круговые да все замечательно но такое тоже бывает по первому проходу я вам скажу что все просто замечательно опять все роман пастухов нравится да вот папа мазку может быть были бы какие-нибудь вопросы но я вот просто на сто процентов было ни разу не использую помазок имея опыт многократный скажем с синтетикой от яки все просто замечательно и здорово и даже без сомнений очень мягкий очень все время очень-очень до получать слова но действительно он ласкающий не вот нисколько вас не раздражает кожу притом вот смотрите по останку пока не могу сделать выводов на по первому проходу все замечать просто все замечательно аккуратно элегантно непринужденно на расслабоне снял щетину вот и все извозюкались измалюкались вот второй второе нанесение и собственно говоря все заргут маргарита полу а да вот еще многие тоже задают вопрос наверно только присоединившись но на эти вопросы тоже нужно отвечать для нас это уже в порядке вещей для акул да и мастодонтов вкб а для начинающих это может быть не совсем понятно надо объяснять почему ты так долго намазываешь пену на лицо можно просто раз-два там чуть-чуть уже скольжение есть можно бриться отвечаем конечно можно просто буквально да можно в общем-то руку смочить обыкновенным мылом намочить и все и на первый проход хватит я почему так долго намазываю потому что мне нравится получать полную картинку не так вот в одном месте да пробрел а вот такое сделать ну как дамы выражаются маску что и чтобы это было все красиво чтобы не было прогалов и было эстетично здорово и грелы нашу ведь шеверскую вкбешную душу вот я не знаю что ответил не ответил ну как я чувствую так и говорю вот возможно это занимает эфирное время но с другой стороны когда приятно тебе надеюсь что через экран эти чувства передаются клана так шутки в сторону как говорит один несознательный вид шею развязаний приступим действиям так теперь обратно и вот уже могу сказать в общем по одному по двум движениям опять таки заостряю внимание на на том что идет слышите красивый звук и я уже сейчас могу сказать кто захочет попробовать 84 или 68 компаний разорок game changer я думаю что ни одни и другие смысле по плитам не будут расстроены мне очень приятно сейчас тяжесть станка красота станка манера и стиль бритья и плюс этот звук классный вот правда симфонии мелодия песня как угодно можно называть но все вместе вот из этих мелочей создается настроение которое так необходимо нам ну бритвомана начинающим и сочувствующим в том числе вот непринужденное бритье на расслабоне практически не контролирую конечно придерживаю до чтобы не натворить чего из ненужного все знают что порезаться можно и фломастером карандашом и даже вещи бабочкой уж не говоря про кассетные станки хотя существует такое неправильное мнение что кассетку станком вот эти всякие фьюжи надо 5 4 6 10 лезвий им невозможно порезаться и все компании джилеты схожие с ними об этом кричат заявляют можно даже безопасным абсолютно безопасным станком можно порезаться даже вот этими все с плавающими головками и так далее у нас ведь только название что вот безопасность станок а на самом деле такой пашню можно распахать что родные не признают ну просто шикарно справа шикардос посмотрите никаких не раздражение не обогреваешь наслаждение получаешь наслаждение вот он звук четкий короткий как выстрел и сладкий так прекрасная мелодия вот как передать те ощущения которые ты испытываешь при бритье хорошим станком словами ну да наверное можно опять очень красиво очень здорово очень комфортно там прекрасно непревзойденно гениально но все равно мне кажется это практически невозможное может есть только какой-то крутой оратор типа цицерона может быть не знает цирон творился чем я не знаю наверно чем-то брился шикарный 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 образом все это снимается очень аккуратно мягко и чисто прогрессии не буду говорить я вот узнать правда но особо колоссальной разницы не почувствовал может быть она есть может быть я не прав но я вот такой ничего не просто что с одной плитой что-то другое ты получаешь неимоверное наслаждение особенно когда все сходится все в тему и вот скольжение данного крема до этого итальянского ну крем я миг язык не поворачивается назвать крем но мыло и мыло даже прям твердой шарю практически не проминается какой там крем ну ладно хотели итальянцы так назвать пускай пускай будет крем практически 0 ну вот за исключением немного подбревки надо использовать ну и в общем то все лицо до сих пор вот на лице крем вот эта пленка которая образовалась он скользит осталось только подбревку ладно я сильно не буду намазываться уже чтобы не затягивать время уже 24 минуты мы с вами разглагольствуем о том как нравится ведь как очень приятно сделать самому себе любимому и окружающим в том числе будет у настроение у вас будет настроение у ваших товарищей близких вот зря я макнул воду то тоже заговоришься иногда такую ерунду сделаешь все воду макнул все неси дальше а то будет вот такая вот шампунь ну всего-то надо было немножко побултыхать его да так что я еще раз братцы повторяюсь пытайтесь найти даже в самом некайфовом бритье кайфовая это просто мой призыв пожелание приказ ультиматум как хотите назовите вот начинаешь иногда бриться ну вы же понимаете что ведь шеверы не всегда бреются теми станками и да используйте мыл который нравится иногда просто приходится показать да и в общем-то обсудить эту тему мы здесь вот можно уже идти от себя опять я уже говорю про смену лезвия про смену ручки вот многие смеются говорят роман да какая разница но была у тебя ручка там скажем пластиковые 20 грамм ты поставил 100 граммовую нержавеющий сталь и как у тебя поменялся стиль бритья одним и тем же станком да поменялся все по-другому и трава зеленее и солнце ярче и мороженое сладь серьезно говорю это не прикол это не шутка вот некоторые считаешь я прикалываюсь но я на это конечно прикалываюсь но здесь нет в данном моменте а хотя зачем на подбревке полностью так ладно заговорили вы меня слышите практически нет два-три попадается станок тяжелый и особого давления не требует нет конечно я всегда говорю что я давлю и действительно это так даже на самые агрессивные станки но нравится мне давить что будет в ночь чтобы ни одна загогульника ни одна волосинка не на обратной не кололась это да но здесь вот особых таких давлений не стоит делать это уж я так немножечко просто вот видите и ну может быть чуть-чуть контролируем может быть ну небольшое небольшое воздействие на в плане давления на станок нужно производить и все просто кайф вот бывает знаете когда вот щетина отлетает как я выражаюсь по мгновению ветерка когда он касается семян одувальщика вот эти вот парашюты так называемые вот вот совершенно вот правильное выражение считаю будет и годами складывалось иногда найдешь что-нибудь кажется что ты нашел оказывается это уже давным-давно всем известно да вот именно вот как вот ветерок так и все едва полетели вот такой вот сейчас идет срез даже срезом щетины его не назовешь это просто сметается так вот ну легким веником или как чем там еще знаете есть а вот хорошее сравнение есть такие знаете разноцветные длинные штучки такие махрязь ты такие очень мягкие которые пыль вот так вот удаляет вот такое же ощущение просто проводишь этой штукой щетина просто улетает куда-то исчезает в небытие в лету в куда-то уходит вот серьезно без всяких там о нравится не нравится специально будет не специально все косую так просто можно даже не глядя смотрите просто смотрю в камеру и бреюсь здорово можно вообще практически слегка контролируем бритву бритвенный станок и все вот они недоборыши которые медленно но верно превращаются в нулевую позицию по сбривание сте ну уже вы слышите что никакого шелеста нет только ну может быть такая попадается натянем да немножечко подтянем тогда день вот уже под кожу залезает здорово спасибо еще раз андрей потому что действительно сейчас даже может быть не за станок даже может быть не за подарки а за то вот это настроение потому что вы понимаете да можно подарок получить когда человек тебя не знает он дарит то что ему кажется нужным а ты говоришь спасибо в шкаф положила и все здесь вот вот я говорю спасибо прежде всего за настроение за этот вот кайф бритвенного момента он действительно сейчас существует просто иногда знаете прямо я чувствую по децибелам просто когда вот начинаешь немножечко так прибирать звук все значит она вот туда вот ближе к нирване ближе к нашей планете вкб к ее прекрасным садам фонтаном водопадом и конечно же океан конечно же теплый ласкающий любящий океан вот мелочь слышите на ночевку а здесь уже все надо же я честно говоря думал что все-таки разница в гаде есть такая я думал что будет кардинально другое бритье что с 84 что 68 красивая на расслабо все здесь добра чуть-чуть то что растет разные стороны вот она вот да ну остался авто шейф авто шейф спиртовой сразу расскажу чтобы потом в конце не тратить на это время он хотя океан но многие спрашивают многие путаются океаном от новой заре я вам скажу по своему ощущению что ничего общего с новой заре нет потому как мы даже чисто по запаху не будем говорить там по уходу мы все спорно у кого-то не раздражается у кого-то наоборот все это все готово контрольный контрольный здесь он более глубокий более насыщенный и более тонный вот правильное слово более тонный у новой заре вот такой знаете как как легкий ветерок в общем-то который быстро проходит а если он такой пах знаете как если сравнить если вот этот мыло кстати не сказал по запаху если мыло она сейчас на перемотке смотрит я имею вот это вот итальянское мыло если его можно сравнить с легким бризом дал тоже морская тема такой свежести то уже в то в броте я имею ввиду который океан его можно сравнить не с легким бризом а с таким с мощным ураганом который вас хватает до закручивает то есть мы более мощные более стойкие такие запахи вот это не попрошу не путать с новой зарей до новой заря есть свои прелести есть я имею ввиду в том океане до который наш отечественный но здесь ночь к другое я вам скажу что это представление океане мне нравится больше вот я уже сколько раз говорил что итальянские и испанские товарищи которые изготавливают все это дело мне не больше по душе и вот мне кажется не знаю только в этом деле ладно про станок мы сказали лезвие а до 0 и пол silver сработало просто гениально нет я почему взял физер я думал ну 68 будет он такой вообще мягкий мягкий и думаю день в середине обзора скажу братцы гап помягче да как меньше то есть мы меньше значит мягкий но нет не поменял до завтра здесь практически нет так что льем аккуратно но много вот так бутылка кефира полфлакона на себя об мощный спиртовой удар сразу вот такой вот ураганный терпкий морской запах а то что считаем морские брюки хотят мой может быть совершенно не так парку но тем не менее здорово прекрасно я еще и обольёмся по пастуховски но теперь заргут маргарита полна настроение вот такой вот помазок ну удобный красивый все да а про синтетику даже говорить не буду уже сказал что она мягкая ласкающая приятная ну на этом вроде бы и все все сказали все обозрели красивый в общем то сейчас океанический запах мощный стоит в ванной а вам я браться желаю бриться от души бриться для души и бриться с кайфом до новых встреч